Я приветствую всех, кто подключился к нам сейчас. Это моя фейсбук-страница. Я Шахида Якуб. Со мной сегодня Армина Агар... Ой, Армина, извини, я тебя знаю только как Армина Агаранян, журналист из Еревана. И на самом деле мне очень приятно тебя видеть после стольких лет и разговоров наших с тобой по телефону. Но я вижу воочию. Конечно, сегодня у нас такая ситуация. Мы обсуждаем мирное соглашение о прекращении войны между Арменией и Азербайджаном. Не очень веселый повод, но мне интересно услышать мнение тебя. После тебя я буду разговаривать с другом из Азербайджана, как и Абасовым. Скажи, пожалуйста, Армина, какая сейчас ситуация в Ереване? Ситуация. Я буду все комментировать, основываясь на новостной ленте, учитывая, что у нас в стране пока военное положение. И понятно, что особенных каких-то инсайдов я сообщить не смогу. Ну, в пять часов ожидается оппозиционный митинг с участием представителей или поддерживающих данные партии. У нас 17 партий объединились в оппозиционный митинг. Лидеры партии, нескольких партий, были задержаны после вызова в СНБ сегодня утром. Какое основание Армении? Основание неизвестное. Они пока после их вызова и беседы с ними их задержали. Это Гайг, Старукьян, Артур Ванельцян. Это главный лидер оппозиции в Армении, я так понимаю. Это те оппозиционные партии, которые на слуху. Есть еще партия Ливона Тарпетросяна, но его в этом списке нет. Ну, и у него президентская неприкосновенность. Скажи, а на улице какое настроение? На улице люди, конечно, подавленные. Люди пытаются выйти, понять, какие решения предпринять, чтобы как-то урегулировать или смягчить боль. Люди требуют в основном отставки Пашиняна. Люди требуют, чтобы была бы проверена легитимность этих договоров, которые были подписаны. Люди требуют, чтобы какие-то коррективы были внесены. И люди, конечно же, понимают, что российские войска не уйдут. И не хотят этого, скорее всего. Ну, взрослое поколение, по крайней мере. Опять же, я это сужу по трансляции митингов, которые были вчера. И скоро у нас, вот рядом с моим домом, начнется оппозиционный митинг-шествие. Они начнут от Матена Тарана и пройдут к Дому правительства, если я правильно понимаю. А много людей выходит на митинги, Армены? Вчера, ну, думаю, человек тысячи две, наверное, максимум, выходило. Полиции было намного больше. Просто люди разрозненно стоят, учитывая коронавирус, пытаются соблюдать социальную дистанцию. Больше людей было потом у дома правительства на Баграмяна. Вечером их попросили разойтись, они разошлись. Скажи, пожалуйста, давай отмотаем время. Вот 10 ноября, то есть в ночь с 9 на 10 ноября было подписано это соглашение. Я так понимаю, что и для Азербайджана, и для Армении, для населения это стало большой неожиданностью. Вот когда ты услышала об этом, какие твои были первые ощущения? Я начала проверять информацию. Я подумала, что взломали очередной сайт или Николы Пашнян, или информационных агентств, и это какая-то ДЭЗА. Вот реально мое личное ощущение было. Это было 3 часа ночи. Мне писали друзья, говорили, что у вас там происходит. Я писала статью в это время и не понимала. Говорила, о чем вы спрашиваете? Они говорят, смотри на вас на ленту. Потом люди, которые вышли к зданию правительства на площади и после направились на Баграмяна, у них, конечно, шок, у них злость, у них чувство обманутости, чувство предательства. То есть народ не был готов к такому повороту событий вообще? Вообще не был готов. А ты сама, когда ты поняла, что это правда, ты что почувствовала? Опустошение. Я очень детский статус написала на Фейсбуке, но поцелую дементров. А люди, с которыми ты общаешься, что они говорят, кроме обиды и боли, что-то еще сейчас царится? Они хотят понять, как двигаться дальше, как жить в данной ситуации и что будет дальше. И ищут, как обычно, в таких ситуациях козла отпущения, в данном случае пашинян. Многие ищут козла отпущения, у кого-то нужно обвинить, да, если пашинян в своих выступлениях обвиняет бывшее руководство, то люди, так как он главнокомандующий, и он подписал, вспоминают его выступление 18-го года, когда он говорил, что я буду принимать все решения вместе с народом, обсуждая все вместе с народом, и говорят, почему нас не спросили. Но сегодня, кстати, он ответил на этот вопрос. Он сказал, что если бы он это обсуждал с народом, то противоположная сторона бы узнала об его планах. Да. Немножко запоздала, правда? Да. Ясно. А ты сама что думаешь? Что ты думаешь по поводу этого договора, соглашения? Это было справедливо или нет? Я повторюсь мнением многих моих соотечественников. Если мы должны были сдать, тогда не нужно было такое количество жертв давать. Я понимаю, что как руководитель страны, если бы я была гипотетически руководителем Армении, то я, если бы я была уверена в победе, то я должна была дать эти жертвы. То есть ощущение того, что ребята зазря погибли? У женщин в основном. Это женское абсолютно мнение, потому что сейчас на митинги ходят женщины, много женщин и взрослое поколение мужчин. У нас похороны, и еще родители, солдат которых хоронят, пока не присоединились как-то к протестам. Сегодня Гадрут, если я правильно помню, жители Гадрута, женщины и дети, отнесли письма в российское посольство, французское и американское. С просьбой? С просьбой о том, что Гадрут вообще никогда не был в составе Азербайджана, ни в советское время, ни когда. И чтобы как-то этот вопрос решить. То есть они продолжат оперировать странам минской группы? Да. Скажи, пожалуйста, во время этой войны за все 44 дня в армянских телеграм-каналах и в армянских СМИ у форума циркулировала мысль о том, что сейчас придут турки и устроят очередной геноцид. А сейчас тема геноцида также актуальна? Тема геноцидов всегда актуальна для армян, пока Турция не признает геноцид 15-го года в Османской Турции и не дадут этому официальный статус турецкая сторона. Это всегда будет актуально для армян. Но война же шла с Азербайджаном. Один народ, два государства? Ну, два разных народа, в принципе. Если так считать, что я тоже каким-то образом тюрок, потому что мы тоже к ним относимся каким-то образом. Ладно, сейчас не будем об этом. Скажи, страх есть у людей за то, что дальше? Что будет дальше? Ладно, с этими территориями, которые были потеряны, да? А за храму? И что дальше? Вот люди пока хотят понять, что дальше. Они пока пытаются обвинить кого-то и решить, что будут дальше делать. Но пока это только разговоры. Только разговоры, только какие-то фразы. А ты сама чего бы хотела? Вот ты как гражданка Армении. Ну, я тебе уже рассказывала, что то, что творилось там, и то оружие, которое использовалось там против мирного населения, это моя личная боль, потому что мой отец восстанавливал Нагорный Карабах в 90-е годы после войны. А так я бы, конечно, хотела мира. Хватит уже с нас войны. Какого мира бы ты хотела? Вот что для тебя понятие мир? Мир с соседями, мир внутри Армении? Не думаю, что армяне и азербайджанцы смогут жить в мире, в любви, в дружбе. Вообще никогда? Ну, ближайшие лет 20-30 точно. Ну, невозможно этого добиться. Потому что? Потому что дети, которые погибли на этой войне сейчас, их сокурсницы или одноклассницы станут мамами. И эта боль и эта обида будет в них. И они, конечно же, расскажут своим детям. И с той, и с этой стороны. Я не говорю, что это только с армянской стороны. Пока с той стороны будет риторика, что мы занимаем их территорией. О злополучном видео, которое в интернете крутится, я говорю. С нашей стороны страха потерять территориальную целостность, территорию. Это будет. Пока дело. Ну, то есть индивиды, журналисты, индивиды, правозащитники, они как-то будут общаться между собой. Но дружить с семьями не думаю. А ты думаешь, что, скажи, у нас российские войска, там миротворцы на 5 лет. Люди думают, уверены ли в том, что российские миротворцы могут их охранять, обеспечить их безопасность? То есть есть вот для... Некоторые возвращаются, некоторые наоборот. Думаю, что уедет больше старое поколение, которое видело первую войну. И люди, которым есть куда уезжать. Это мои мысли только. Ну, понятно. Твое мнение мне интересно. Потому что... Скорая? Вот. Улицу перекрывают. Значит, смотри. Значит, старое поколение может уехать, молодое может остаться. У вас следующий вопрос. Сколько беженцев сейчас в Армении приблизительно, которые уехали? Цифры... Нет, точные цифры. Но где-то они расселились же. Где они живут? Ну, есть люди, которые расселились в общежитиях университета ЕГУ. Есть люди, которые у своих родственников остались. Есть люди, которым просто и армяне предоставили свои дачи на всю зиму. Но нужно понять, что дальше делать с этими людьми. А потом кто-то говорит сейчас? Или пока еще состояние шока и люди... Они обсуждают и этот вопрос. Но пока каких-то конкретных решений нет. Как ты думаешь, эти люди, которые уехали из тех районов, которые до сих пор остаются под армянским контролем, они вернутся? Некоторые могут вернуться. Россия всегда казалась, что Россия – это главный союзник Армении, как бы гарант независимости, стабильности. Россия очень странно повелась в этом конфликте. После этого изменилось ли отношение армянского населения к России, к российскому ковоуству? Взрослое поколение думало обиженную. Нужно понимать, как на Кавказе воспринимают понятие брат-друг. Расскажи нам, потому что у нас не только кавказские люди смотрят, а... Да, да. Я думаю, что подсознательно взрослое поколение армян, которые обижались, говоря с русскими журналистами, что почему ваша страна нам не помогает, они, называя Россию братом, имели в виду, что это именно братские отношения. Когда брат помогает брату. Вот. Ну, опять же, кемае восприятие. И так получилось, что брат нож в спину? Не знаю. Обида есть? У некоторых да, у других нет. Но, тем не менее, Россия там. И, наверное, надолго. Как ты думаешь? Через пять лет. Что будет через пять лет, по твоему мнению? Россия будет здесь, и может быть война. Я не знаю, я не военный эксперт. Ну, и садись на... Я не могу загадывать так наперед, потому что был Бридскрит в Тавужской области, с УАЗиком связанный, и думала, что это все в этом году. Ну, типа, хватит коронавирус. Ну, да. Вышло иначе. Да, неожиданно для всех было это дело. Нехороший какой-то год. Да, я тебя больше долго мучить не буду. Я просто хочу, чтобы ты поделилась настроениями молодежи, своего поколения, людей, которые, ну, как бы, может, пошли или не пошли воевать, или думали воевать. А дальше что? Пошли дети моего поколения. Вот дети людей, которые моё поколение родило детей, вот их дети пошли. И... И многие погибли, им вольно, конечно. Вот если у тебя была возможность задать вопрос к господину Пашиняну, что бы ты его спросила? О чём ты спросила? Хороший вопрос. Я бы спросила, почему нельзя было продолжать двуполярную политику, которая была изначально в Армении? Какая-то политика? Объясни, пожалуйста, двуполярную. Мы и с Россией в нормальных отношениях, и с Западом в нормальных сообщениях. Хотя всегда говорилось, что у нас эта политика продолжалась. Но картинка была другая. Я понимаю, что нужно стать такой страной, чтобы ни от кого не зависеть. Но, учитывая наше территориальное расположение, это сложно сделать. Как ты думаешь... А где, кстати, Пишиняна? Думаю, в Ереване. Судя по видео. Ну, я просто смотрю интерьеры комнат, где он выходит в лайк. Понятно. Они те же. Так как ты прочитываешь армянские сводки новостей, что сейчас намерена сделать оппозиция? Как ты считаешь, есть ли какие-то планы? Ну, сейчас будет митинг. Некоторые представители оппозиционных партий, женщины в основном, сегодня провели пресс-конференцию. Они на ней требовали, опять же, отставки Пишиняна, требовали рассмотрения легитимности данного соглашения. И то же самое, наверное, осуществить. Я просто не знаю, митинг скоро начнется, он у меня не трекло от дома, я буду все слушать и наблюдать. И будет ясно, основные их требования какие. А как ты думаешь, это услышит? Потому что вроде как Пишинян, будучи премьер-министром, он не собирается выходить. Не могу ответить на этот вопрос. Будем смотреть дальше. Да. А есть ли в Армении какой-то политик, который бы мог, или партия, который мог бы объединить сейчас всех людей под одной идеей и помочь нации вылезти из этого кризиса? Я такой не вижу. Это, опять же, разделение политики, которую ввел Пишинян, разделение на черных и белых. Да. То есть общество раскол. Слегка. То есть общество объединилось, когда началась война. Но сейчас проигрыш каждый будет использовать в своих целях. Я так думаю. Я надеюсь, что все-таки не дойдет до чего-то очень остро-неприятного. Потому что я думаю, что никому это не нужно. Ни вам, ни вашим соседям. Правда? Да. Скажи, а ситуация экономическая, как очень сильно повлияла эта война на благосостояние людей? И так странно? Ну, магазины работают, продукты получают, свет, газ, влага есть. Интернет работает бесперебойно, транспорт работает. Ясно. Будешь долго держать, я не буду. Смотри, Армине, у меня следующий разговор с моим другом Фахри Абасовым из Баку. Вот что бы ты хотела сказать азербайджанцам сейчас? Если хотела бы что-то сказать им. Да, нет. Ничего не хочется сказать. Долго буду думать. Ладно, хорошо. Спасибо тебе, моя дорогая. Это со мной была журналистка из Батилана, моя подруга Армине. Спасибо за твое время. Я понимаю, что политика – это не совсем твоя комфортная зона, но, к сожалению... Вообще некомфортная. Я надеюсь, что в следующий раз мы с тобой поговорим о чем-то более приятном и возвышенном. Я очень хочу этого. Спасибо большое, моя хорошая. Все. Тебе спасибо. Ира, пока. Так, спасибо большое всем, кто нас смотрит. Со мной на связи была журналист из Еревана Армине. Сейчас я подключу своего друга из Баку, Фахри Абасова. Секунду. Фахри. Добрый день. Привет. Слышишь меня? Да, слышу отлично. Спасибо, что ты подключился к нам. Вот в Азербайджане, как и в Армении, скорее всего, вот это событие с ночи 9-10, они были большой неожиданностью, правда? Во-первых, да. Во-первых, благодарю за возможность поговорить с тобой об этой теме. она достаточно важна для каждого азербайджанца, в частности, для меня. События с 9-го на 10-е были частично неожиданностью. Объясню, почему. Потому что предпринимались три попытки прекращения огня, как тебе, наверное, известно, со стороны трех стран сопределителей, и вместе с тем также были определенные месседжи, скажем так, президента Азербайджана, который он озвучивал и российским СМИ, и международным СМИ о том, что какие требования Азербайджан выдвигает. И где-то уже прослеживалось, что он занимает достаточно четкую позицию, и есть определенные подвижки, потому что отступающая информация со фронта в какой-то мере обуславливала необходимость прекращения огня для того, чтобы оккупационные силы не оказались в полном провале или не капитулировали в военном смысле. Когда ты услышал о том, что вдруг так неожиданно все разрешилось, вот ты что делал в этот момент? Спал или нет? Я следил за новостями. Нет, не спал, потому что последние несколько дней уже спать не получалось. В особенности после того, как пошли слухи о деоккупации или освобождении моего родного города в Шуша, то, естественно, спать не получалось. Спали урывками, не знаю, в течение дня, иногда там, тут, чтобы не пропустить. Сам, конечно, документ был в определенной мере неожиданностью, с учетом того, что есть определенные положения, которые вызывают вопросы, но вместе с тем, для, вместе с тем, конечно, мы, 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 какие у тебя вопросы к этому соглашению? Скажи, что тебя не устраивает? Вы получили практически все свои семь районов, шушу, что еще? Я думаю, что я выскажусь, ну, здесь, знаете, знаешь, общество делится на несколько категорий, там, реакция на этот документ делается на несколько категорий. Есть люди, которые выражают полную поддержку этому документу, есть люди, которые задают вопрос насчет механизмов притворения в жизнь вот тех процессов или, скажем так, договоренностей. Это, это больше носится, конечно, характер декларации, то есть для прекращения огня. Здесь нет никакого, пока нет никакого договора о мире и добрососедстве. Есть люди, которые задают очень легитимный вопрос о самой сути миротворческого контингента из Российской Федерации, потому что у нас есть плохой опыт. То есть, глава сейчас вот так вот, значит, одно из главных, главных вопросов к этому соглашению, это присутствие российского миротворческого контингента на этой территории. Да, да, да. А что не устраивает? Именно из-за того, что в 89-м году у нас есть очень неприятный опыт с похожей схемой, которую создал Советский Союз, Москва, Комитет особого управления, под Аркадьевом Вольским и все, скажем так, неприятные, если мягко говоря, события, которые произошли при потворстве или при, скажем так, бездействии этого комитета. В данном случае, конечно, ситуация немножко другая. Азербайджан не тот самый, который был в начале 90-х или в конце 80-х, но наличие российского контингента вызывает пока вопросы. То есть, что будет, если армяне, например, вы знаете, по договоренности они должны освободить территории буквально там через три дня один район, через месяц, влачин и так далее. Что будет, если армяне не будут выполнять свои обязательства? То есть, какой механизм воздействия есть на оккупантов, на вооруженные силы Республики Армения для того, чтобы заставить их выполнить свои взятые на себя обязательства? И, конечно, очень большой, есть, то есть, нет, не совсем большая, но есть прослойка населения, которая относится критически к данному документу, потому что опять присутствует, вступила нога российского солдата, Россия является правоприемником Советского Союза, вступила нога российского солдата на азербайджанскую землю. Ну, альтернатив, как я понимаю, особых и не было. Это, конечно, очень сложный вопрос, million dollar question, так скажем. Здесь можно долго поскортировать. Потому что присутствует унецкий форс на той территории не устроил бы армянскую сторону. Вы знаете, были такие сигналы, вы помните, из Соединенных Штатов о том, что обсуждается со скандинавскими странами, какие-то скандинавские страны должны были послать своих письки, потому что до этого обсуждались различные там большой контингенты из множества стран. Да, тут идеальной формулы нет, но вместе с тем прекращение огня и попытки наладить мирное сосуществование это очень важно, потому что не гибнут молодые люди, не гибнет гражданское население, и это, в принципе, очень важно. Поэтому мир, худой мир лучше сама знаешь. Так, вопрос у меня следующий у тебя. Сразу после того, как было подписано это соглашение, в Армении начался политический кризис. Ты, наверное, сам следишь постоянно за сводкой новостей. Вот задам злой вопрос. Наверное, злорадствуете вы там в Азербайджане, смотря как у армян сейчас развивается политический кризис, премьер-министр непонятно где, люди выходят бастовать, выступать, демонстрации и так далее. Я не исключаю, что есть люди, которые смотрят и наблюдают за этим процессом с большой радостью, но я думаю, что большая прослока азербайджанского населения, особенно люди, которые понимают, что регион-то не очень большой, особо радуется нечему, потому что политическая стабильность, мир и вообще процветание этого региона зависит от всех трех стран. Помимо этого, если оставить в сторону Грузию, то мир между Азербайджаном и Арменией и мир между общинами, армянскими и азербайджанскими общинами на деоккупированных территориях зависит очень сильно от ситуации в Армении. Поэтому быстрейшее разрешение внутриполитического кризиса, я думаю, что послужит тому, что мы начнем постепенно думать о будущем. Кстати, то же самое касается азербайджанского общества. Азербайджанское общество через какое-то время отойдет от эйфории победителей, скажем так, вот этот эмоциональный фон отойдет, и мы начнем думать о том, как мы будем жить дальше и как мы должны сделать так, чтобы этнические армяне, граждане Азербайджана чувствовали себя хорошо. То есть ты считаешь, что ты надеешься на то, что армяне, которые жили вот в твоем родном городе Шуше и в других районах, которые были возвращены в Азербайджан, они вернутся обратно? Я полагаю, что при наличии соответствующих инвестиций, при создании благоприятной среды, почему бы и нет? Мы все понимаем. В последнее всего этого времени, особенно последние вот эти 44 дня, они обстреливались азербайджанской артиллерии, вот, и как бы те же самые люди, вот как бы, как ты представляешь, они сейчас возьмут и приедут обратно? Вот как они если они будут жить с людьми, которые против них воевали? Я понимаю, конечно, эмоции сейчас все оголено, все очень эмоционально, но потери есть с обоих сторон. И, к сожалению, к большому сожалению, что и среди гражданского населения, то есть где-то в два раза больше, 92 человека погибло с гражданской стороны в районах, которые вообще не относятся к конфликту. Что касается армянского населения, которое находилось в зоне конфликта, то со стороны Азербайджана были неоднократные предупреждения и приглашения к тому, что им следует максимально обеспечить свою безопасность. Плюс, конечно, размещение оккупационных войск и различных, скажем так, военной инфраструктуры, к сожалению, привело к тому, что некоторое гражданское население пострадало, и очень жаль, конечно. Но я полагаю, что через какое-то время это будет возможно, потому что со стороны Азербайджана в этом есть желание, у нас есть желание жить и возвращаться, и строить, обустраивать территории, которые были, вот вы просто посмотрите кадры, они были просто под ноль вычищены. И, конечно же, знаете, история знает много других стран и народов, которые буквально вырезали друг друга, сейчас живут достаточно неплохо. То есть нам, конечно, надо построить модель. С людьми не очень как-то. Да, но немцы с французьми очень. Да. Смотри. Критикуют там, издеваются, но нормально живут. Смотри. Тем более, что ты сам родом из Шуши, и когда в 90-х годах Азербайджан стрелял эти территории, в конце 94-х годов, в конце концов столько стало беженцев и так далее, вот эта боль, которую испытывало азербайджанское общество, сейчас, мне кажется, испытывает население Армении. Я частично соглашусь, частично не могу согласиться. Во-первых, мы говорим о очень несравнимых количествах. Если сегодня посмотреть на количество людей, которым пришлось покинуть зону конфликта, это около 50 тысяч. А теперь не изменяется количество. Не-не-не, я понимаю. Но если мы говорим об азербайджанском населении, то это более 650-700 тысяч. Я понимаю, поражение – это не очень приятное чувство, но если армянское общество не хочет опять эскалировать ситуацию, то я думаю, что постепенно надо отходить от чувства реваншизма, от постоянных попыток и притязания на чьи-то территории и так далее. И, конечно, у азербайджанцев боль началась с 87-го года, событий в Кафане. То есть 94-й год был кульминацией. А до этого семь лет происходили события, которые для Азербайджана на самом деле были шоком с учетом добрососедства, которые, например, будучи в Баку, я видел по отношению к армянам и так далее. Поэтому эта боль, да, не проходила. Я думаю, что она долго не пройдет ни на той, ни на этой стороне. Особенно это касается семей, которые пострадали, которые потеряли детей. Но вместе с тем есть два выхода. Я думаю, что с одной стороны можно просто-напросто держаться за эту боль и проносить ее всю жизнь и испортить себе и всем вокруг жизнь. Другой вариант посмотреть, и где-то вот посыл, я думаю, для армянского общества должен быть то, чтобы посмотреть реально на ситуацию, отказаться от каких-то фашистских, не знаю, там, доминирующих, таких позиций, которые заставляют всех вокруг, ну, не только Азербайджан, и многие другие страны заставляют вокруг немножко с сомнением и с осторожностью относиться к армянам. Скажи, пожалуйста, что бы ты сейчас хотела сказать тем людям из Армении, которые нас слушают и будут слышать? Вот твой месседж на сегодняшний день как гражданину Азербайджана в стране в данный момент победившей? Во-первых, я хочу выразить соболезнования семьям людей, семьям, которые потеряли своих родных и близких. Если оставим в сторону оккупационные войска и военные и отряды и так далее, то гражданское население, которое пострадало, конечно, это очень жаль, вне зависимости от возраста, вне зависимости от нации. Второе, то, что азербайджанцы в большинстве своем готовы существовать вместе. Мы это показываем на примере этнических меньшинств, которые живут здесь, а также есть хорошие примеры нашего совместного проживания в России, в Украине, в Грузии и в других странах и в том же Узбекистане, который родной для тебя. И третий очень важный момент, то, что уже наше поколение, я беру себя, наша молодость, наше детство, не молодость, детство было испорчено этим конфликтом. Нести этот конфликт и оставлять его для будущих поколений, для своих детей, я думаю, ни Азербайджану, ни Армении не принесет никаких хороших дивидендов. Понятно. Шушу, когда поедешь? Я думаю, что если на то будет разрешение соответствующих органов, то в ближайшее время. Я бы хотел, конечно, поехать в ближайшие две недели, но если получится, к Новому году. У меня есть небольшие съемки нашего дома, от которого, к сожалению, осталась только передняя стенка, без оком, без ничего, но вместе с тем найти дом не будет сложно, то есть найти место не будет так сложно и плюс, конечно, особые чувства. Да, про эти чувства мы с тобой поговорим, я думаю, потом, когда ты доберешься до родного дома и в свой родной город. Спасибо большое, Фахри. Со мной был Фахри Аббасов, мой хороший друг из Азербайджана. До этого я беседовала с Армине, моей подругой и журналистом из Еревана. Надеюсь, что было интересно послушаться. Я хочу сказать, что это моя частная инициатива, просто разговаривать с представителями Армении и Азербайджана у меня на фейсбук-странице, просто хочется, чтобы люди друг друга услышали. Спасибо большое, Фахри. Армине, спасибо тоже. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова